Так, что у нас сегодня на улице? Вчера у нас снег выпал, и всё стало белым. Правда, ветерочек немножко уже позбивал. Но более-менее не так уж сильно пасмурно сегодня, это хорошо. А температура показывает плюс 3-4 градуса. В общем, всё скоро растает. Но сегодня вроде тоже снег обещали. Ой, свежий воздух, так хорошо! Всем доброго утречка, девочки мои хорошие! Я проснулась, на улице не так пасмурно, как вчера было и как предыдущие дни. Снежок выпал, уже стало как-то светлее. Я сижу, пью кофе пока, просыпаюсь и думаю, что мне сегодня делать. Что-то я сегодня, может быть, буду готовить. Но не может быть, а точно что-нибудь буду готовить. Пока ещё не придумала, что готовить. Ну и что я сегодня вообще собираюсь делать? Пока вам говорить не буду, потому что ещё пока всё это в процессе, в мозговом. Я когда утром пью кофе, вот я в этот момент сижу, как раз потихонечку просыпаюсь, мозги потихонечку просыпаются. Я начинаю думать, что мне нужно сделать сегодня и, может быть, что-то там не сегодня. Но на сегодня это точно пока-пока-пока в процессе. Сегодня я на завтрак буду кушать мюсли. Вот эти мюсли с орешками мне нравятся больше всего. Перед этим я открывала другую коробочку. Там без орехов было. Ну и ещё у меня есть вот с яблоками, но без орехов тоже. А с орехами мне нравятся больше. Ну и 15-процентное молоко я беру. И, в общем, такой у меня сегодня будет завтрак. Вот. А что на потом, вы уже узнаете позже. Фух, девочки, смонтировала я для вас видео, которое должно было выйти ещё немного раньше. У меня сейчас вот получилась некоторая пауза. Но это потому, что вот какие-то события непредвиденные, срочные дела появились. В общем, я моталась и делала дела. Кстати говоря, вот вчера ещё на языке у меня крутилось. Но я вчера влог не начинала. Хотела вам сказать обязательно, что я заметила, уже не первый раз замечаю, что обычно к концу года, вот в конце декабря месяца, декабрь, особенно к концу, чем ближе Новый год приближается, тем, знаете, как по спирали круче и круче закручивается сюжет. То есть какие-то дела начинают двигаться быстрее. Какие-то непредвиденные дела или какие-то недоделанные дела. Они внезапно, во-первых, они всё это начинают быстро крутиться. И вы знаете, как спираль, нет, как водоворот, да? Когда сначала медленная скорость идёт, и чем ближе, ближе, ближе к центру, тем скорость увеличивается. И быстрее, быстрее, круче закручивается. Вот сюжет жизненный, как говорится, прям по жизни всё. И даже то, чего вообще не ожидаешь, как-то вдруг раз свершается. Какие-то желания сбываются. То, о чём уже и думать забыл, вдруг тоже раз осуществляется. В общем, вот можно на всё это смотреть широко раскрытыми глазами, с открытием ртом. И только смотреть, как вот это событие мелькает, мелькает, мелькает перед глазами. Но даже хочется скорее уже Новый год, чтобы всё как-то успокоилось, устаканилось. Потому что лично я уже привыкла, знаете, к такой спокойной жизни, чтобы всё это было потихонечку, с чувством, с толком, с расстановкой. А ещё вчера у нас был самый короткий день и самая длинная ночь. И обычно, вот я знаю, что это в 20-х числах декабря происходит. И обычно я вот этот день жду. Это, знаете, как вот эта граница, переломный момент, с которого начинается отсчёт. И с каждым днём нас будет радовать день всё длиннее и длиннее. Утром просыпаешься, вот сейчас темно, допустим. А потом вот в это же время просыпаешься, всё светлее и светлее будет становиться. И вечер будет тоже не так рано темнеть на улице. Хочется, конечно, уже побольше солнышка, подлиннее такой вот дневной свет. И просто это тоже приятно радует на душу нас. А мне интересно узнать, у кого-нибудь тоже вот так вот события быстро прокручиваются к Новому году, быстрее, быстрее что-то случается, что-то свершается и осуществляется, и желание исполняется. Ну, в общем, короче говоря, счастье, радость привалила, как говорится. Девочки, ну вот я вот это хотела сказать, сейчас пока вспомнила, думаю, скажу, пока не забыла. Ну, а на улице, конечно, красиво, магазины все нарядные. Кстати, я недавно была в детском саду, и меня, знаете, удивило, там я смотрела, они собирают какие-то пластиковые стаканчики, там какие-то, я не знаю, ещё какие-то такие, вот знаете, вот ненужности, ну, как бы вот какие-то отходы, в общем, собирали пластиковые, что-то, чего-то. Даже внучка как-то у меня была, и пластиковый стаканчик, бабушка, ты не выбрасывай, я его в садик отнесу. Я говорю, зачем он вам в садике? Она говорит, ну, мы там собираем. И вот я пришла в детский садик, когда последний раз за Настей, я смотрю, а у них во дворе, прям возле садика, стоит ёлка такая вот, которая сделана из пластиковых стаканчиков, но она как-то там украшена, интересно. И также из этих стаканчиков сделали они Деда Мороза, тоже там как-то сделано, но, в общем, это очень даже интересно, оригинально, и самое главное, что сделана ёлка Деда Мороз из каких-то отходов, которые, вот видите, как украшения пригодились. Я сейчас вам вставлю сюда вот кусочек, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. Правда, там было темно, но с этим уже ничего не поделаешь, осветить я никак это не могла, но сняла чуть-чуть. Смотрите, какая красота! Ёлочка и Дед Мороз сделан из стаканчиков одноразовых, пластиковых, видите? Вот это молодцы, как здорово придумали, да? Вот он какой Дед Мороз. Молодцы! Всем доброе утро, девочки мои, день следующий. Вчера куча дел было, просто некогда было уже вечером снимать. Вот такой список я себе понаписала огромнейший, и вот там уже повычеркивала, что-то где-то поставила даты, записаться туда-то, сделать то-то. Ну вот как я и говорила, что когда месяц декабрь заканчивается, вот так вот спираль вся закручивается, закручивается, и сразу хочется всё уже успеть доделать, какие-то хвосты подобрать уже, долги раздать, если что-то там должна где-то заплатить, коммунальные, чтобы никаких уже ничего не оставалось. Вот, и в общем, вчера занималась всеми этими делами, но, слава Богу, это были все дела домашние, я из дома не выходила, но, в общем, была вся занята. Сегодня у меня опять очень насыщенный день, мне сегодня нужно снять два видео, и сейчас я уже готовлюсь к этим видео, искупалась уже, уложилась, вообще стричься пора. На стрижку я уже тоже записалась, скоро подстригусь. Вот. Ну, а влог тоже продолжать буду. И вот в ваших комментариях я почитала, один вопросик такой был. Расскажите, что у вас было на новогоднем столе, вот в вашем детстве, да, в те времена. Девочки, ну я сначала думала, что на этот вопрос отвечать. Всё банально. Как всегда, Оливье, это на первом месте, наша семья, она всегда Оливье любила, на всех праздниках Оливье было. Венегрет сопутствует тоже, как всегда, этот салат. Ну, и в те времена много было овощей, соленья, маринады, в общем, это всё на столах было, было всегда, были разнообразные салаты там. Ничего такого особенного. Один салат, помню, я делала, это свекла, чернослив, орешки, и что-то, кажется, ещё я не помню. Но вот это самое главное, что я помню, орехи, чернослив в салате были. Это вот такой как бы салат, иногда он был. Потом моя мама, она любила очень шпроты. Она шпроты всегда ставила на стол, хотя мне не нравился запах этих шпрот, и в общем-то я к ним равнодушна. Но мама моя обожала шпроты, всегда были они. Ну, как всегда, картошка, мясо. Тогда у нас окорочков не было, просто если курица продавалась, то целиком. Поэтому не курица, а, скорее всего, мясо, свинина или говядина было как-то там жарено-тушёное, приготовлено как-то, и картофельное пюре. Но что я вспомнила, о чём я хочу сказать, чёрную икру раньше было достать проще, чем свежие огурцы. Поэтому было легко, вот как-то я помню, были бы деньги, и тогда ещё стоила, не заоблачная эта чёрная икра, её мог позволить себе купить любой рабочий, но на какой-то праздник, допустим, да, и достать её было даже легче, чем красную икру. А вот свежих огурцов у нас не было на Новый год, потому что это был продукт сезонный, и если они даже выращивались в парниках, то свежий огурец у нас появлялся только на 8 марта уже, вот запах огурчика даже так, чисто символически покупали, там чуть-чуть один огурчик, они тогда вот такие, ну длинные были, парниковые. И запах всё-таки витал над столом, но это было уже на 8 марта, так что чёрная икра могла у нас быть, а вот свежего огурца у нас не было никогда на Новый год, и свежих помидоров тоже не было. Вот, ну а так стол всегда был накрыт, щедро, ломился от закусок, и даже что-то, может быть, лишнее открывалось, но всегда, когда что-то закручивали, какие-то соления, что-то мариновали, баллон компота какого-то, всё это к Новому году, всё это, знаете, вот как бы, это к Новому году, это к Новому году. Вот на Новый год открывались разные разносолы, и в общем стол всегда ломился от закусок, еды оставалось много, и потом ещё 2 дня после Нового года это всё дойдалось, в общем, было полно всего. Ну вот, вот такое вот могу. Несмотря на то, что всё-таки это была эпоха дефицита, но к Новому году всё доставалось, откладывалось, сохранялось, и к Новому году стол всегда ломился от закусок. Моя мама любила накрывать стол, чтобы он прям был полон. И апогеи, как говорится, за стола богатого, как считалось моя мама, что у нас как бы всё есть, это уже вот обязательно бутерброды с чёрной икрой, с сливочным маслом, с чёрной икрой, чтобы это было. Но не на каждый Новый год, но частенько было, и даже не на Новый год, мама, я помню, покупала иногда банку пол-литровую чёрной поясной икры. Вот, ну её было достать проще. Ну вот, на этот вопрос, я надеюсь, вам ответила. А сейчас, девочки, я буду заниматься видосами. Ой, короче говоря, я сейчас собираюсь снять одно видео, которое не снимала давно, и, в общем, даже немножечко волнуюсь. Но я с вами встречусь уже попозже, когда уже управлюсь своими делами, ближе к вечеру. Девочки, как хорошо, что я сделала вот такие вот заготовочки. Вот я отрезала свининку на отверные. Я сегодня очень была занята. Так, прям два кусочка. Там надо сделать три, наверное. Раз, два, три. А ещё, может быть, на два оставлю, ладно? На потом. В общем, три вот этих кусочка. Я сейчас быстренько положу в воду. Они очень быстро отойдут, разморозятся. Я их откалашмачу и сделаю бивные. Вот так. Всё. Сейчас они полежат, ну, минут десять, и всё будет готово. Пока у меня там отбивные лежат, я беру одно яйцо, просто его перемешаю так, и всё. Не то, чтобы там взбиваю, просто перемешала, и всё. Так. И у меня сухарики идут панировочные, соль, перец, и всё. Тендерайзер. Девочки, сегодня такой насыщенный день, просто не могу. Я сегодня сняла два видео отдельных, помимо того, что я влог ещё снимаю. В общем, короче говоря, в общем, увидите. Ну, вы эти, кстати, два видео увидите раньше, наверное, чем этот влог. Не знаю, в каком порядке я это всё поставлю. Ну, в общем, короче говоря, насыщенный день. Два видео сняла, ещё одно смонтировала. Оно там выводится уже. Я голодная. У меня хорошо, что была готовая уже вот этот соус. Ну, по-моему, соус для вас, это для кого-то там суп, картошка там была с индейкой. И, в общем, это я сегодня в обед перекусила, вот буквально на ходу там села, поела, и давай монтировать быстрее. Хочу, чтобы завтра видео вы увидели, одно из этих, которые я сегодня сняла. А вообще у меня вот тут недавно был такой перерывчик, три дня, да, и мне хочется как бы сейчас наверстать упущенное или, по крайней мере, хотя бы до конца месяца выпустить уже видео через день, чтобы, ну, чтобы всё было как нормально, как в нормальных домах, да. Вот. А у меня вообще, конечно, насыщена эта неделя и следующая неделя. Тут уже чуть больше недели осталось до Нового года. Да, неделя осталась до Нового года. В общем, короче говоря, куча дел, куча дел, и снимать надо, и всё делать надо, и монтировать всё надо. Всё, пока у меня там мясо лежит в водичке, немножечко отходит, я решила вам буквально несколько слов сказать. Сейчас буквально, вот сейчас пожарю вот это вот мясо, возьму там помидорчики, огурчики, вот это вот поем, с хлебушком, и всё. Картошку не буду, гарнир не буду. Гарнир у меня был сегодня, картошку уже ела. И всё. И мне уже надо просто немножечко прилечь, отдохнуть, у меня спина уже просто вот просится лечь и полежать. Вот. Я сегодня уже больше делать ничего не буду, но вот это видео выведется, мне нужно его проверить, мне нужно его оформить, и, в общем, выложить на YouTube. Вот это единственное, что мне нужно сделать сегодня, чтобы утром уже вы его увидите, увидели на канале. Видите, как я для вас стараюсь. Вот. Кушать хочу, но я уже решила взять прям мясо. Кусок размораживать, нету времени заниматься этим, возиться. Вот хорошо, когда есть вот такие кусочки свининки там, да, вот такие отбивные уже, подзамороженные. Раз их водичку, они разморозились, раз-раз-раз, отшлёпала от двух сторон, обмакала, обваляла туда-сюда и на сковородку. Всё очень быстро готовится. И зато это будет сытно, это мясо уже будет, и всё. Так, ну ладно, девочки, давайте продолжим делать мои отбивные. Так, ну что, тендерайзер мне в помощь. Очень часто в последнее время вспоминаю слова мамы. Глаза боятся, руки делают, потому что столько дел, столько дел, и нужно как бы вот всё это сделать, иной раз скажется, справлюсь, не справлюсь, успею, не успею, хватит сил, не хватит сил. И вспоминаю мамины слова, глаза боятся, руки делают. И прям, закрыв глаза, можно сказать, начинаю всё по-быстренькому делать. Сейчас мне надо сделать это всё по-быстренькому. Так, я думаю, хватит. Присолим это дело с двух сторон и поперчим тоже. Перец меленький, у меня кажется, закончился. Может быть, есть, искать не некогда. Чуть-чуть вот этого перца сделаю. Ну, так, мелкий не очень пойдёт. Так, бегом, скорее. Всё. Вот так вот прибьём. я делаю три кусочка. чтобы у меня на завтра ещё было, потому что завтра, я так понимаю, у меня тоже очень такой насыщенный день. Тоже. Мне нужно второе видео смонтировать. Ещё там кое-что, какие дела. В общем, девочки, декабрь, конечно, это супер-пупер вообще. Ну, вот так вот всё, мои хорошие. Немножко я, конечно, резала. Не это, не очень равномерно. Вот так вот всё. Бегом, всё спешим. Так, ну, я думаю, сковородочка разогрелась наша. В общем-то, более-менее, да, разогрелась. Ну, всё. Можно было бы ещё сильнее разогреть, но ничего, и так нормально пожарится. Девочки, вот у меня, например, осталось яйцо. Ну, почти целое яйцо осталось. Я там чуть-чуть обваляла мясо. Вот что с ним делать? Выбрасывать, что ли? Нет? Наверное, не буду я выбрасывать. Я посмотрела одну идейку у одного человека и хочу вот это вот сейчас попробовать сделать вот что. Я беру просто кусочек хлеба, вот серединку вот так вот вырезаю. вытащим. Подготовили формочку. Так, мне кажется, тут уже можно перевернуть. Всё делаю бегом смазки. Ну, вот так. Для себя лишь только, лишь только для себя всё делаю. Так, вот тут у меня местечко есть, надо, чтобы было смазано немножко маслом. Сейчас я кину вот это с одной стороны, чуть-чуть поджарится. Всё, девочки, я хлебушек перевернула, и теперь я сюда вот это вот отправляю вот такую яишенку внутрь. Не знаю, надеюсь, получится. Ну, что я мощность убавила, закрою крышкой, пусть всё там хорошенечко пропарится на небольшой мощности, дойдёт до готовности. Ну, вот и всё, ужин у меня готов. Вот это вот хлебушек, внутри яишенка, две отбивные, ну, я половинку, может быть, оставлю. И всё, помидорчики, огурчики, больше ничего не буду делать. А вот этот кусочек хлебушка у меня остался, можно его так съесть, а можно намазать хлебушком, с маслом, с сыром, ну, в общем, как-то можно так поесть. Всё, девочки, приятного мне аппетита. Доброе утро, мои хорошие. Я, как всегда, вечером не могу уже попрощаться, вот у меня с дочкой, видите, такая разница. Она обычно днём бегает, бегает, мотается, потом вечером уже Денечку укладывает спать, садится, и тогда уже что-то там говорит, спокойно вещает. А у меня получается наоборот, я весь день, с утра могу ещё посидеть, что-то там сказать вам, а потом я мотаюсь, мотаюсь, и потом к вечеру у меня уже не хватает сил включить камеру и что-то говорить. Вот, с утра пока сижу, пока я пью кофе, могу ещё что-то сказать, а потом начнётся закрутиться, завертиться. Ну, в общем, сегодня с утра пораньше встала, 7 часов утра уже. С вечера села, вчера написала список, опять, я без списка никак не могу, потому что у меня ещё куча дел, знаете, вот крутится, которые недоделаны, надо сделать, и чтобы что-то не забыть, потому что если я не запишу, я же потом уснуть не смогу, я же буду думать, что вдруг я там забуду. Когда я записала, я вроде как мозги освободила, и всё, могу спать спокойно. В общем, короче, у меня на сегодня тоже целый список дел, день будет длинным, в общем, все надо дела, все надо дела поделать к Новому году. Видите, как закручен, да, круто, сюжет. В общем, сейчас раскачиваюсь, просыпаюсь, сажусь монтировать видео, поставила размораживаться фарш, хочу из фарша сделать, но я думала или котлеты сделать, или макароны по-флотски, по-флотски давно уже не делала, и в общем, не знаю пока что, но пока фарш разморозится, пока я всё это сделаю, у меня, может быть, какая-то идея стрельнёт в голову, что стрельнёт, то и сделаю. В общем-то, по сути, будет то же самое, либо котлеты с макаронами, например, либо макароны по-флотски, одно и то же. А дела сегодня розовый, вот этот халатик махровый, который мне пришёл последний заказ, Василёк. Девочки, такой он комфортный, прям классненький, и цвет, смотрите, какой нежный, да, такой прям нежно-розовый цвет, но он комфортный, вот прямо хлопок-хлопок, такой, знаете, утром проснулась, вот я хотела с запахом тёпленький халатик себе такой взять, чтобы он был светленький, хорошенький. Утром встала, раз его накинула, запахнула, потому что у меня бывает тут жарко, я раз скинула, что-то прохладно сижу, раз накинула, и вот прям с запахом, чтобы был, чтобы без этих всяких там молний. Раньше пуговицы застёгивать было, как бы, целое дело, да, сейчас уже молнию застегну, целое дело. Ой, не могу. В общем, настроение хорошее, настроение отличное, и очень хочется прям уже быстрее приступить к делам. Ну, сейчас кофе допиваю и начну делать дела. Вот. Ну, попозже к вам вернусь. Девочки, сижу, монтирую видео, поворачиваю голову на улицу, а там такая красота, солнышко вылезло, такая тишина. Сколько на градуснике? Плюс один где-то градус. Давай-ка сейчас выглянем в окно. Ой, и птички тут что-то чирикают. Ой, как я люблю вот это вот, когда мороз и солнце, день чудесный. И сразу поднимается настроение, сразу так классно становится. Сейчас видите, купола видны, церквушки. И Дон виден. Вон он там. Видно? Видно, Дон. Ой, пейзажик. Мой пейзажик не сравнится ни с чем. Я бы вот на другой пейзаж поменяться бы не хотела. Честно говоря, выглянешь в окно, и душа радуется. Даже там на горизонте виден Батайск. Там дома далеко на горизонте. Я не знаю, передаются они на камеру. Вот. Ну, классно, классно. Вообще, просто. Ой, не могу, не надышишься. Но надо работать, идти дальше. Да, красиво. Ну, наконец-то я добралась до кухни. У меня фарш уже разморозился. Фарш я делала сама. Это свиноговяжий фарш. И я перемалывала его с лучком. И он уже, собственно говоря, чуть-чуть там... Сейчас я ее разделаю. Ну, и все. Сделаю макароны по-флотски. Это, во-первых, быстрее. А во-вторых, я их не съем так быстро, как котлеты. Котлетки просто кушаются у меня так, с хлебушком. Так что сварю макароны сейчас и обжарю немножко этот фаршик. Пахнет очень вкусно. Ну, вот макароны по-флотски готовы. Вообще, конечно, это не макароны. Я помню, в детстве, когда были такие длинные макароны, как трубочка внутри воздуха, мы с сестричкой любили их прям втягивать. Вот. Ну, а сейчас такие. Ну, все равно они вкусно пахнут. Прямо не терпится покушать. Ну, что, девочки мои хорошие. Сегодня вышло мое видео, там, где я макияж красиво сделала. Я почитала комментарии, всем понравилось. Мне самой, честно говоря, очень понравилось. Я даже не ожидала, что у меня так здорово все получится. Ну, может быть, иногда буду вот так вот краситься, для того, чтобы, может быть, что-нибудь редакое снять для вас. Вот. Ну, и что? Сегодня я, в общем, все свои дела по списку сделала. Осталось, ну, что нужно было дома, если сделала, осталось мне только вот выйти, уже забрать там заказик Фаберлик. Ну, заказик Фаберлик я вам покажу уже в следующем видео. А это видео у меня уже достаточно длинным получилось. Ну, по крайней мере, как мне кажется. И, поэтому я хочу его уже завершить. Спасибо за хорошие комментарии. Комментарии очень приятные. Я смотрю, макияж понравился. В общем, все здорово, да? Сейчас я уже немножечко отдохну. И уже вечерком, ну, уже вечер почти. Скоро уже нужно будет мне выйти на улицу. Я думала, может быть, выйти и снять вам что-нибудь на улице. Но, девочки, опять уже на улице темно. И, в общем-то, снимать по темноте нечего. Поэтому ничего снимать и не буду больше. Видео хочу на этом закончить, с вами попрощаться. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.